приветствую вас давайте разберем ваш вопрос мне необходимо определиться как жить дальше пишет человек по имени Артем я буду читать ваш текст давать комментарии вот поэтому если вам нужно определиться как жить дальше то наверное так по крайней мере мне кажется вам крайне желательно определиться с приоритетами своим чтобы жить ну чтобы определиться как жить вам на мой взгляд нужно определиться с приоритетами потому что именно приоритеты именно приоритеты позволяет человеку как-то вот смотреть позволяет человеку как-то решать чего он хочет ну имеется ввиду имеется ввиду для себя чего он хочет вот то есть если вы например говорите допустим о том что вы там боитесь чего-то вот то есть например вы говорите о том что боитесь критики страны своих родителей в частности отца вот ну логично что приоритет у вас именно такой то есть это приоритет касающихся одобрения родителей вот вам нужно определиться именно с приоритетами своими в первую очередь Год назад я окончил девятый класс и поступил в колледж на платной основе специальности, предложенной моим знакомым за школу. Для чего, я отучился в первый курс и уже к завершению курса понимал, что хочу отчислиться, у меня есть талант творчества, я хочу развить потенциал, довести всё до ума, начал зарабатывать на своей работе. Вы видите в себе определённые способности, видите то, что вам нравится, видите то, что как-то вот вас судя по всему привлекает, да, вы это видите, вы это замечаете, но вот получается как-то, как-то так, да, что родители не одобряют то, что вы делаете, да, получают родители, они давят на вас и не дают вам делать то, что вы хотели бы, ну, получается так, если я правильно вас понял, вот. Они на вас давят, ну, родители, родители в смысле, на вас давят. Вы сами об этом пишите, что родители сильно давят, заявляют, что даже без среднего образования и никто. Ну, они могут говорить на самом деле всё что угодно, в том, как вы к этому относитесь и с чем вы здесь сталкиваетесь? То есть, вот, ну, буквально, с чем, с чем, с чем вы, с чем вы сталкиваетесь здесь, то есть, вы им верите, родителям? Вам больно, вы действительно боитесь, что, ну, что вы никто без образования, там, и так далее. То есть, родителям может быть со своей стороны правы. Они, может быть, искренне заботятся о вас, вот. Ну, на мой взгляд, они будут это делать до тех пор, пока вы проявляете неуверенность в себе. Вот. То есть, пока вы не обираетесь на себя, родители будут на вас, скорее всего давить. Ну, просто потому, что у них могут быть какие-то серьёзные опасения полагать, что ну, что вы не справитесь. И вам, чтобы справиться, значит, нужно в первую очередь увидеть, как вы реагируете реагируете на их заявления такие. Ну, то есть, как вы реагируете на то, что они говорят вам. Вот. То есть, реагируете ли вы на это на это или реагируете ли вы на это плохо для себя. То есть, это вот, на мой взгляд, такой, получается, достаточно важный и серьезный момент. Ну, серьезный момент. Поэтому, то, что говорят вам, родители, это неприятно, безусловно. Вот. Но, как вы на это реагируете? Они оплачивают, они оплачивают моё платное обучение, я изначально не знал куда покупать, а был привержен в музее и вообще никуда не поступал. Ну, может быть, это и неплохо. Опять же, да. Просто, что вы не хотели, ну, не хотели никуда поступать. Вот, но мне, лично мне, видится так, что вы как будто бы здесь в определенный бунт уходите. Я сильно расчаровался с темы нашего образования, расхождения с моими интересами и продавлены всех к нам знаменателю. Возможно, но, опять же, хочется обратить ваше внимание, что вы ждете поддержки здесь, а её может не быть. Помимо всего прочего, как парень испытывает сильное эмоциональное давление в кругу женского коллектива. 80% студентов на курсе в университете девушки, а почему, из-за чего вы испытываете? Я по школе привык быть в мужском коллективе, где не нужно думать, а-ля вдруг ей нравится, значит, ну или наоборот, почему вас это волнует? Но на моей специальности есть целеустремленные девушки, у которых есть родственники, и они помогут им продвинуться. Я, в свою очередь, вершины не видящие желания работать по своей специальности, исключительно только с деньгами родителей, и кое-как вытянул курс на хорошества. И что? И что? Парни на моём курсе в основном так же думают, у кого не спрашиваю, никто не рад своим перспективам. Вы здесь раниваете себя с другими людьми зачем-то, из-за неуверенности, скорее всего. Я угасаю ментально, не знаю, как спасать себя, что я ещё страшнее боюсь за своё будущее, ведь в мире сейчас происходит не весь что, что мне делать, что делать, чтобы что? Опираться на себя больше, работать со своими страхами, в частности, страх критики. Это связь с самооценкой, вот, работать с самооценкой. Так у вас очень много борьбы внутренней, вот, и личные границы между вами родителями. Коллектив меня совершенно не устраивает, я хочу саморазвиваться в государстве, но боюсь огромнейшей критики родителей, родителей особенно в стране отца. Эм, как бы, ну, чем вы её так боитесь? Эм, критики, э, да, я имею в виду, эм, критики, вот, чем вы её, чем, чем вы её так боитесь? Чем она, чем она вас так пугает критикаться? То есть, что он брав, что он брав отец ваш, получается, или как? То есть, чего вы не боитесь? Чем, чем вы, чем вы опасаетесь, вот, э, ну, вталкивать? Очевидно же, что, э, ну, что с чем-то вы, да, вталкивать, вот, не хотите, очевидно, вообще. Ну, так, э, давайте, э, попробуем, э, в таком случае, э, э, как бы, разобраться, вот. Э, чем вас это так пугает, потому что, ну, я думаю, вы понимаете, я думаю, вы понимаете, что, собственно, вам мешают именно страх критики, но это правда, что вас могут критиковать. Это правда, что, э, ну, как-то, вот, э, неодобрительно, э, ну, могут донести ваши родители к каким-то вашим решениям, да, предполагая, что они лучше знают, как вам жить. Вот, это правда, но что это опять же меняет для вас? Понимаете, вы понимаете, критики от вас, это такое ощущение, что, вот, э, ну, допустим, э, мнение вашего, э, ну, вашего папы, например, мнение, именно мнение. Э, э, для вас очень, очень-очень важно, как будто бы, вы, как будто бы, вот, хотите его одобрение, одобрение получить, боитесь его разочаровать. Вот, ну, в то же время, вот, в то же время, как мне видится, например, вы не чувствуете в себе этой вот реальной возможности, да, э, ну, не чувствуете в себе, реальной возможности, э, быть таким, каким, например, хочет видеть ваш, вас, э, ваш отец. Вот, но, повторюсь, э, здесь, вот, э, ключевой момент заключается именно в том, что вы боитесь критики. То есть, чем вас, вот, условно говоря, э, критика-то, так, ну, пугает, что ли, вот, чем, чем, чем она вас, чем она вас, так, пугает, эта критика. Вот, это было бы очень неплохо. А, узнать очень неплохо, это было бы, понять и очень неплохо было бы в этом разобраться. В целом выглядит так, что родители у вас, да, достаточно доминирующие выглядят в целом так, что родители у вас, да, достаточно авторитарные, что в итоге приводит к тому, что вы довольно сам по себе чувствительный человек. Вот, подавляющее определенное количество проживаний своих, подавляющее определенное количество своих чувств, судя по всему. А, вот, следствующие, вы испытывающие, вот, какое-то такое раздражение, я бы сказал. Вот, что, ну, само по себе является, в принципе, пожалуй, э, ну, нормой. То есть, тут, само по себе эта история, в принципе, является нормальной, то, что вы, вот, так вот, себя, ну, то, что вы себя так ощущаете, то, что у себя. Так, чувствую, так чувствую. Что-то больше, мне кажется, варианта норма. Вот, другое дело, что, как бы, ну, что-то можно и нужно корректировать, да, другое дело, что, ну, с этим, с этим, с этим можно и нужно что-то делать. Вот, ну, если вы хотите, конечно, с этим что-то делать, да, как бы, вот. То есть, тут, в этом смысле я, не знаю, пока хотите ли вы, готовы ли вы что-то, что-то делать или нет. Вот, ну, тем не менее, э, вот, пожалуй, э, какой-то, такой ответ я мог бы вам пока что, э, предоставить. Вот, вам нужна психотерапия, э, э, никакое решение сейчас вы, э, принять, скорее всего, не сможете. Именно сил того, что находитесь сейчас в таких своего рода, ну, в растрепанных, э, чувствах, вот. И, соответственно, я не думаю, что вы, ну, можете принять решение, вот. Кроме того, это решение, оно не на всю жизнь, оно, ну, ну, совершенно, совершенно очевидно. Может быть, не на всю жизнь, это решение, вот, и, э, то, как вы, э, то, как вы, ну, пытаетесь, вот, э, значит, представить, э, сейчас. Вот, ну, это, это, вот, э, к сожалению, очень похоже, очень похоже, к сожалению, на, э, э, драматизацию некоторую. Вот. Притом, что, ну, я верю, что, я верю, что вам, э, тяжело, вот. Вот, потому что, ну, я верю, что вам, э, трудно, э, ну, что, как бы, с тем не менее, это вот, это вот, э, ничего не меняет. По моему мнению, как мне, как мне, как мне, как мне это видит. Вот, как-то так, я думаю, можно вам ответить сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего опыта, который вот у меня есть. Вот, поэтому, э, э, выбирайте себе психолога, э, психолога на сайте, наш, начинаете консультироваться. Которых решений нет, от решений, от родителей, э, необходимо, э, э, сепарироваться, вот. Ну, ну, на мой взгляд, по крайней мере, делать это максимально, максимально, э, корректно, да? То есть, как-то, вот, по возможности, э, по возможности, э, не обостряем ситуацию. Вот, и, развивая, э, в этом опору, э, на себя, вот. И, про, э, значит, учиться, э, замечать и проживать, вот, свои чувства, в том числе, э, ну, в том числе, э, числезвости, вот. Э, в том числе, э, какой-то обиды, э, вот, если это все есть у вас, потому что, э, ну, в данный момент у вас это, э, э, эх, 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 прост, эх, эх. A прив виде, на данный момент. А happy� driveway attendant, на данный момент, что вот. Ээ, буду благодарен вам. Вэн, А,�атниeth, я, всп-иа, пом-иа, по, нами ответу, да. ПоING neon цвет, верноцам блеса и нег mean gibt, над собой работу позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Доброго, удачи, обращайтесь.